Доброго дня и радости, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас с вами воскресный день. Я продолжу чтение Евангелия от Матфея 22 главы. Мы там имеем притчу о званых на Брачном Пермь. Мы ее как бы разделили на две части. Сегодня вторая часть, потому что притча интересная. Но мы посмотрим там вот эти некоторые моменты. Зовут меня Михаил Иванович, я пастор Евангельской Церкви из России. Всем большой привет, кто у нас в Москве, Турции, в других местах смотрят нас. Всех пусть вас Господь благословит. Ну и сводки у нас тоже, знаете, сегодня собрание 36 градусов было на термометре. А сейчас вот где-то громыхает, где-то гроза проходит. И самое интересное, по погоде, когда нам вот эти сводки все говорят, они как-то, знаете, все добавляют. Ой, такого не было. Ой, это впервые. Ой, такого не было. И вы знаете, мы действительно, люди верующие, они это понимают, что Слово Божие исполняется. Вот эти все события, они показаны, в первую очередь, верующим людям, чтобы ждали Христа, чтобы были верны Господу до конца. Немножко уже осталось подождать. А люди неверующие, мы как бы все равно. Ну, 40 градусов на термометре, ну, нормально, никогда такого не было. Ну, нормально. Я вот сейчас смотрел, в окно бегут, знаете, гроза громыхает, там все бегут, значит. Ну, они же не к Богу бегут, по своим домам бегут, по своим делам бегут. А сегодня воскресный день, ниоткуда они, ни с какого они собрания. Так что те, которые верны Господу, те, которые любят Господа, они понимают, что происходит, поэтому немного уже осталось. Сегодня вторая часть притчи, она самая, наверное, сложная. Вообще, когда я готовил эту притчу, по первой части «Званых на брачный пир», еще как-то понятно. И я вообще, ну, люблю такое, знаете, как бы сравнивать то, что знают, то, как бы, как понимают это местописание из других конфессий. Но с этой притчей я никогда не встречал такой, знаете, вот разные притчи смотрел, там, вот, допустим, притча «Десяти девок», там, 140 толкований, да, вообще. А вот с этой притчей такая тишина. А почему? Да потому что даже наши евангельские проповедники дальше Вознесения не ходят. Они дошли до Вознесения, а дальше – это Бог. Ну, появляются уже братья, я вообще радуюсь, появляются братья-проповедники сегодня, которые, в общем-то, не боятся проповедовать. Но, а так, реально, притча интересная и она поучительная. Давайте ее посмотрим до конца, мы сегодня ее прочитаем. Это Матфея, 22 глава. Царь вышел посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Он же молчал. «Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в дьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Ну, конечно, самая известная фраза «много званых, мало избранных», и часто она звучит в таком контексте, что вот мы-то это, а вот это да. Но реальность такова, что здесь надо просто разобраться, я вам расскажу, как я понимаю эту притчу, вот, и вы, наверное, тоже в какой-то мере это поймете, с этим согласитесь. Итак, первый вопрос. Вот людей позвали, позвали, как бы прямо с улицы, скажем так. И какое к ним требование, какие брачные одежды? Их же с улицы брали. Значит, все-таки одежды выдавались, выдавались на входе. И вот какой-то человек этим пренебрег. А теперь давайте посмотрим, что это за человек. Некоторые скажут, что это плохой, дескать, вот человек там, или он случайно там оказался. Но смотрите, куда слуги царя выходят звать? Они зовут ведь его подданных, понимаете, кто в его царстве. Мы должны понимать очень четко, вот царь. Царь здесь представлен, мы уже с вами в прошлый раз говорили, что это Бог-Отец. А царство его – это царство Божие. Здесь надо очень четко разделять. Царство Небесное – это царство Христа, начиная с его рождения до окончания миллениума на земле. Вот это царство Небесное. Вот этот период. А царство Божие – это вся вселенная, вот эти все планеты сотворенные мы. Как раз недавно с вами смотрели на место Священного Писания, где написано, что обители много. И вот только в русском переводе написано, ну, если не так, то будет. В других переводах с оригинала гласит так. У отца моего обители много, и не может быть иначе. И я иду их распределить вам. Вот в чем смысл-то. А не то, что там нет места. Этих планет гораздо больше, чем верующих людей. И к концу еще не все дойдут, да? То есть Бог сотворил огромные миллиарды планет, и каждому уготовано по одной. Вот почему некоторые получат две, пять, десять. Потому что не все дойдут, не все получат. Планет много. И все они будут распределены. И это Божий план. Они говорят, откуда ты знаешь? Ну, давайте посмотрим Божий план. Они что, изменились? Это ваши планы меняются? А Божий – это план. Почему должны меняться? Он творец. Его планы не меняются. И план его был. Вот планета, на этой планете живет один человек. Сколько до Евы, тем более, Ева не сотворена, она взяла из плоти, реброй, как бы единение, типа, человек раздвоился. Но реально-то был один человек. И человек-то был вечный, понимаете? Человек-то был вечный, и он был один. Все. В планах-то Бога больше не было. Вот одна планета, и один вечный человек, с которым он общается, и которому вот этот растительный мир и животный мир принадлежит, как в управлении. Понимаете? Нормально, нормально. Почему вас эти Божьи планы не устраивают? Меня устраивают. Мне этот план нравится. Мне это все удовлетворяет. Мне это все приятно. И я с этим согласен. Если люди не согласны, ну и дело. И здесь человек, мы видим, он не согласился. То есть он тоже подданный. Он тоже с этого царства. Он тоже принадлежит этому царю. Да, вот те отказались, которые были богаты, у которых было много всего и так далее. Они, понимаете, отказались. То есть те, которые, ну самые, так сказать, на, были на виду, вот, на, ну кого точно будет царь позвал, да. Но они, многие отказались. То есть они не смогли это тоже принять. А в дальнейшем, смотрите, собираются все, уже собираются. Но многие из них не готовы. Поэтому вот я и говорю, что брачный пир – это миллениум, тысячелетие. И теперь смотрите, тысячелетие. То есть на небе это один день, на земле это тысячелет. Понимаете? То есть те, которые поднимаются, а кто поднимается, кто встречает Иисуса Христа в новых телах, плюс те, которые убиты в последнее время. А последнее время – это период, определенный Богом. Об этом мы читаем в книге Даниила, 11 глава. Это время называется «последнее время». Не знаю, кто придумал и кто это вообще распространяет. Конец света. В Библии таких фраз нет. Есть период, который называется «последнее время». Этот период обусловлен временем семь лет. Семь лет – это вообще, семь всегда – это все Божье, да? И вот последние семь лет – это последний период. И книга Даниила уже об этом говорит, это еще Ветский Завет. О том, что этот последний период, понимаете, он обусловлен вот этими Божьими действиями. То есть нельзя сказать, что этих действий не будет. Бог их определил, они будут. Как первое пришествие плана Отца, так и второе пришествие плана Отца. Да, Господь говорит, никто не знает ни дня, ни часа, как кроме Отца моего. Да, то есть это второе пришествие. Это тоже план. И вот последнее время – это тоже период. Период в Божьем плане. Так что отменить его, изменить невозможно. С ним надо согласиться. Этому не противиться. Вообще люди должны видеть будущее. Они не должны его бояться. Они не должны его знать. Господь часто сравнивал, не часто, а сравнивал, значит, последнее время, именно опять этот период, последнее время, да, а не конец света, но нет такой фразы. Вот, последнее время – это библейская фраза, это Богом определенный период времени. Вот. И Господь говорит, как было во дне Ноя или как во дне Лод. Понимаете, вот это готовность. Так что сегодня тоже мы должны понимать этот период. И в этот период, кто умирает, да, последние 7 лет перед приходом Христа, вот, и кого бьют, или кто встречает Господу, они всеми право на первое воскрешение, понимаете. Они получают новые тела, мы получаем новые тела, мы получаем всех. И здесь мы получаем еще, что немаловажно, новые одежды. Одежды будут как дар, как заслуга, как величие в глазах Бога, твой труд для Него. И эти одежды, они разных цветов. Белые, ну, кого убивают за Христа, золотые, серебряные, зеленые, синие, но самый важный цвет, конечно, самый важный цвет. Вот католики, это, знаете, и у них Папа Римский, и кардиналы, там непростые, знаете, священники-кардиналы. И Папа Римский, они как бы тут подхитрились, да, они носят эти одежды уже здесь на земле, типа, что здесь мы носят, то и там, это красный цвет, понимаете. Вот это высший цвет одежды, красный цвет. Поэтому одежда, она не ветшающая, она вечная будет. И человек имеет вечное тело, и сразу имеет вот одежды. Одежда, если Адам был без одежды, то здесь уже одежды, причем первой одеждой Адаму сделал сам Бог. Да, не забывайте об этом. Вот, так что это тоже очень важный и ценный момент. Они, видите, подтверждаются словом Божьем. Так что вот эти моменты, они нами должны быть уяснены. И вот человек пренебрег. То есть, что он сделал? Его взяли на брачный пир, то есть, его вознесли на небесный Иерусалим, а он надеждой отказался. Он говорит, ну, я тут приятно. То ли он был из новообращенных, то есть, он не оценил, его не было личного развития, то ли ему не рассказали это все, он не был в этом во всем посвящен. В итоге его отправили куда? На землю обратно. То некоторые там читают, они часто иногда пугают, там, вот, там скрежет, вот, там плачь. Да нет, это, это просто его отправляют на землю обратно. И это обида, обида, понимаете, это скрежет у Зубов, это обидно. Ну, действительно, но ничего нельзя изменить. Бог есть судья, его решения окончательные. И они не подлежат пересмотру. Так что вот эта Божья справедливость, она в этих его решениях, она всегда верна. Так что тот человек, это те верующие, которые, ну, как бы, не будут готовы к этому ко всему. Вообще готовность верующих людей, она должна быть очень высокая. Почему я всегда вас к этому призываю? Вот посмотрите, сейчас пример, мы молились в четверг за Афганистан. Не только мы молились, все верующие сейчас молятся за Афганистан. Потому что верующим братьям и сестрам там сегодня, видите, какая ситуация. У них три, как бы, решения. Принять ислам, оставшись, отказаться от Христа, да? Сбежать куда-то в другую страну или быть убитыми. Те, которые пришли к власти, это исламисты. Они там разделенные на два направления. И как говорят, в чем разница этих направлений ислама? Ну, одни отрезают голову от тела, другие отрезают тело от головы. Вот и все. Террористы, головы отрезают верующим. Какая разница, они террористы, исламисты, у них другого-то нет, ничего. Они только это и будут делать. Дьявол их использует. Хотя это заблудшее, братья наши и сестры, но заблудшее и очень глубоко обманутое дьяволом. А что они этот труд для дьявола осуществят? Верующих людей, христиан будут убивать. И смотри, когда пошла там эвакуация, вот кто в новостях видел, там интересно найдет момент. Всем показали последний самолет, который был битком забит внутри. И кто не вошел, они снаружи все хватались, чтобы улететь. Падали там, разбивались, но пытались улететь на последнем самолете. А никто не видел первый самолет, который полетел? А есть фотографии этого первого самолета. Первый самолет, который вылетал и спасал людей. Там есть фотографии, огромный салон, мест на 500. И знаете, сколько в этом самолете было в первом рейсе? Один человек. Один. Представляете? Он пустой летел. 500 мест, и он летел пустой. А почему один человек летел? А потому что он знал, что надо лететь. Надо спасаться, иначе убьют. Когда уже дошло до остальных, когда уже убивать начали, тогда уже побежали. Так вот, братья и сестры, я почему вам всегда проповедую о очень серьезных вещах? Я хочу, чтобы я летел, и вы как бы, ну, образно, первым самолетом. На меня в последнем мы можем и не войти. А в первое всегда это будет нормально. Так что, я слежу. Кослов Божий исполняется. Я проповедник. Я проповедую об этом. Если некоторые подходят и говорят, а ты откуда знаешь? Я эту тему изучаю. 30 лет. Больше, чем я эту тему, не знает никто в России. Как знать, как не мне? Вот кто тогда больше меня знает? Где-то в какой-то землянке кто-то где-то спрятался, сидит. Так он и не рассказывает никому. Я-то рассказываю. Я 30 лет посвятил этой теме. Я встречался с такими мужами Божьими, которыми задавал эти вопросы. Делик Принс, Билл Брайт, другие мужи Божьи. Я всегда спрашивал об этих всех временах, об этих сроках, этих всех моментах. Так что, больше меня этой темы не знает никто в России. Это точно я знаю. Но я этим не горжусь. Я, наоборот, хотел бы этим делиться. Знаете, делиться этой тематикой, чтобы вы знали, чтобы вы были готовы. Потому что я не хочу быть на небе, это ведь один. Я не хочу один быть на этом самолете. Я хочу, чтобы была моя семья. Моя семья духовная. Вы, мои братья и сестры. Вот это. Ну, это образно самолет, понимаете. А реально это вот уберечься. Уберечься от того, что грядет. А что, дорогие братья и сестры, мы все должны это понимать. И вот эта фраза, много званых, малоизбранных, она не к тому, чтобы погордиться. Это фраза для того, чтобы люди осознали, что действительно мало будет спасенных. Понимаете? Вот почему, глядя сегодня на небеса, я вижу огромное количество звезд, и я понимаю, что обители готовы. Дойдут ли люди туда? Дойдут ли туда? Вот даже эти сейчас события происходят в мире, в стране нашей, даже в нашем городе. Это что, привело сегодня и церковь наше, уже собрание растет, что ли? Что людям-то еще надо? Вот они еще что ждут, когда вот лично уже Христа увидят, да? Вот эти моменты надо нам сегодня с вами осознать. И молясь за спасение людей, мы должны очень довериться Богу, чтобы его план о пробуждении, о спасении людей осуществился. Я хочу в этом участвовать, я хочу в этом быть. У меня есть огромное желание служить эти последние годы Христу, особенно усиленно, вот через проповедь и говорить обо всем этом. Так что вот эти все моменты, они очень важны. Сегодня действительно, может быть, вот этих просмотров мало, кто-то не востребует и так далее. Но не забывайте, интернет это все сохранит. И люди со временем востребуют эти проповеди, востребуют эти откровения, востребуют это толкование. Потому что, ну, есть эти толкования. Нельзя сказать, что на эту пречу совсем ничего нет. Всему, конечно, толкование есть. Но, я даже жене вчера вот показал, я говорю, вот знаешь, вот говорю, вот реально вот слушаю, вот неужели проповедникам самим вот то, что они говорят, ну, зачем вот они вот такие вот говорят слова-то, ну, это же людям ответа-то нет. Людям нужен ответ, им нужно, что за тьма внешне. Небесный Иерусалим отправили обратно на землю, у него еще тысяча лет на земле. Он теперь думает, размышлять, обидно, конечно, обидно. Когда тебе уже было уготовано небо и небесный Иерусалим, и тебя отправили в новом Тетеле на землю, конечно, обидно. Ну, вот, то есть это все моменты и так далее. А когда вот это пугают, некоторые проповедники, в одной церкви у нас тоже было, проповедник выходит и говорит, и вот, там будет плач, искрес, зубов, он даже не знает, где это. Ну, ладно. И там бабушка сидит, зубов-то нет! Он говорит, выдадут! Ну, это смешно. Но они туда не ходят, они духовно не развиты в этих направлениях. Не рассматривают эти все последние времена, эти главы, которые посвящены приходу, второму пришествию Христа. Ну, и все о первом пришествии Христа. А у нас получается так, я вот в воскресенье рассказываю о первом пришествии Христа, на домашних собраниях о втором пришествии Христа. То есть, я как бы выравниваю это, выравниваю все, чтобы все знали, чтобы во всем и со Христом были близки и ждали его. То есть, это все нормально, эти все события, они происходят с нами сегодня. Так что, братья и сестры, ничего еще не совершилось. И, знаете, вот тот человек, это была женщина, которая летела в пустом самолете. Одна, наверное, можно сказать, что она молодец, но она прочувствовала это все раньше, и, наверное, она не жалеет, что она летела. Будет она жалеет, что и другие не полетели. Но то, что она полетела, я думаю, что она не поженела. А вот те люди, которые не полетели, те, которые остались сейчас там, мы за них молимся. Молимся, потому что действительно большая угроза для их жизни, для их веры. Вылететь им уже там больше нечего. Вот. Ну, этот аэродом просто там солдаты еще Америки охраняют эту территорию-то, а вокруг уже все исламисты, в принципе, им даже сбежать-то больше и некуда. Так что, братья и сестры, надо быть готовыми, надо знать Слово Божье. Оно нас готовит. И вот эту притчу я сегодня вам прочитал, чтобы мы были готовы, чтобы не получилось, как с одним человеком, который на вопрос «Тоже ты не участвовал в моих планах? Где одежды-то? Почему бросил их?» А он молчит. «А что ты скажешь Богу, когда ты пренебрег его планам?» Что каждый пусть задумается, много званых, мало избранных. Это ответственность, а не гордость. Это время задуматься об ответственности за свое спасение, за свою веру. Ну, а я прощаюсь. Надеюсь, Слово Божье было вам полезным. До новых встреч.